С началом сезона, с началом международного сезона, который в этом году особенный, и мало того, что предолимпийский, еще и программа новая, немножечко измененная. И на чемпионате Европы мы увидим спринтерское многоборье в первых числах января, и на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Корее. Победители на 500-метровой дистанции будут определять только по одному забегу. Будут и другие особенности, но главное, что все это мы сможем с вами увидеть. И сразу же отправляемся на дистанцию 500 метров у девушек в первый день соревнований. Боу Вандерберф, Голланка вместе с Флору Вандербранд. Ну, эти девушки, может быть, нечасто попадали на экраны, они обе уже имеют опыт выступления в Кубке мира, но такой очень эпизодический. Ну и оценивать все эти выступления мы будем вместе с заслуженным мастером спорта Варбарой Барышевой. Здравствуйте, уважаемый любитель гонковежного спорта. Буквально на финишном рэпике успел добежать до эфира. Очень рада начать этот сезон вместе с вами. Ну, молодые голландки, в общем, это всегда любопытно. Ну, они, в общем, имеют уже достаточно большой опыт внутри голландских соревнований 90-го года Вандербранд, 92-го Вандерберф. Ну, а личные их рекорды, ну, Флору Вандербранд, 37-76. Из 38-ми это, в общем-то, стоит оценивать достаточно высоко. Она и выигрывает этот забег, 39-35. И 39-78 у Бо Вандерберф. И, наверное, все-таки надо сказать, Игорь, что если мужской голландский спринт весьма конкурентно способен, да, несмотря на то, что лидером в спринте сейчас является, без сомнения, мировой рекордсмен Павел Кулижников. Но вот у женщин, конечно, достижения голландских спринтерш менее заметны. Ну, с другой стороны, 20 лет назад мы не говорили, вообще не знали, что такое голландский спринт. Да, и в 98-м году Ян Босс стал первым в истории Голландии чемпионом мира по спринтерскому многоборью. И это было для всех большим сюрпризом. То, что на 500-метровой дистанции нет выдающихся пока персонажей у девушек голландских, я думаю, что к этому тоже надо относиться как к явлению временному. Екатерина Айдова и, конечно же, россиянка Надежда Асеева. Это в первой части забегов наш главный акцент, главное внимание. Ну, что касается Нади, ее личной 38-03 у Екатерины Айдовой 37-64. Но в этом сезоне Айдова пока из 40 секунд не выбегала. Даже на внутриказахских соревнованиях в Астане в октябре она пробежала 40-08. И сейчас, посмотрите, как-то очень странно, очень с такой паузой взяла старт. Может быть, что-то ее беспокоит. Ну, на самом деле, я больше была сконцентрирована на статусе, конечно, Наде Асеевой. Она была второй вслед за Ольгой Фаткулиной на национальном отборе, который состоялся в Коломне на призе Шаверина. Ну, наверное, такие уже два привычных для российского конькобежного спорта бойца. В женской части спринтерской программы Ольга Фаткулина и Надежда Асеева. Хотя у нас объективно подрастает большая звезда Дарья Качанова. Сегодня она обновила национальный рекорд на проведенном, проводимом сейчас в Челябинске этапе Кубка СКР. 40-16 результат Айдова и 39,24 секунды. Асеева пока лидирует. Результат, прямо скажем, достаточно скромный. Но и лед тоже здесь, наверное, не будет отличаться сколько-либо быстрыми секундами. Ну, вообще, в Харбине, где мы сейчас присутствуем, не самый большой опыт проведения крупных международных соревнований. И, в общем, вот я смотрю, рекорды катка и 37,65 здесь в 12-м году, в декабре 12-го года бежала мировая рекордсменка Санхвали. Но, вот глядя на результаты группы Б, понимаем, что, в общем-то, каких-то суперрезультатов ждать не приходится. Победила здесь Ариса Гоу, японка, 38,80. А все остальные результаты под 40 секунд. Второе место у Хегебока 39,41. Да, Хегебока, там, не чисто выраженный спринтер, как, впрочем, Екатерина Шихова, ставшая четвертой в группе Б, 39,65, Лобышева, десятая, 40,04. Ну, и мы знаем, читая новости от Алексея Есина, он главным таким информатором от российской сборной, выступает сейчас в соцсетях очень переменчивая погода и очень переменчивое состояние льда. В Харбине эти два явления между собой очень-очень связаны. И на что жаловался Алексей, что очень сложно предсказать вот эти вот перемены льда, и очень сложно что-то объяснить ледоварам китайским. Они по собственной программе там как-то существуют. Поэтому, в общем, наверное, результатов сильно быстрее, там, 38 секунд ждать даже в группе А сегодня не приходится. Ну, вот первый серьезный результат, Марша Худи, очень неплохой разбег был, 10,44, ну и результат на финише 38,29 секунды, хотя последние 50 метров прям очень тяжело давались в спортзвенке, было видно, как насколько замедлялся темп бега. Ну, Марша Худи единственная из участниц этого забега в группе А, кто в этом сезоне уже успел обновить личный рекорд. У нее есть, правда, преимущество в том, что она тренируется и бегает, и контрольные старты проводит на самом быстром катке мира, на одном из самых быстрых в Калгари. И вот 37,54 в октябре она пробежала. В общем-то, для этого времени года очень-очень высокий результат. 37,54, секунду с небольшим, всего лишь хуже мирового рекорда, той же Сан-Хуали. Ну, вот Марша Худи возглавила сейчас зачет. Ну, вот 38,29, да, это приличный ориентир. Ну, и я думаю, что максимум человек 5-6 его смогут реально превзойти. Не более того. Пегги Шварцбург, тоже, в общем, достаточно возрастная, но не мелькавшая прежде на серьезных международных стартах американка. И вместе с ней Анис Дас уже получается как один из ветеранов голландской сборной. Ну, за разбег, да, сбой серьезный. При этом она все равно выигрывает первые метры дистанции. Правда, графику нам не показали сейчас. Но третья, может быть, третья она была на национальном отборе. Выиграла у голландцев Марит Лейнстера, которую мы здесь увидим. Но вот Юрий Интерморс так традиционно для себя начинает этот сезон с короткой дорожки. Мы ее могли видеть на прошлой неделе на первом этапе Кубка мира по шортреку, который как раз проходил в Калгари. И который тоже транслирует каналы МАЧ-ТВ. Да, действительно. 39,54 секунды. Анис Дас лишь пятый результат показывает. Ну и 40,72 пейдж Шварцбург. Пока она замыкает участниц, которых мы уже наблюдали сегодня. Ну и, в общем-то, все закономерно, потому что у Шварцбург самый скромный из участниц этого забега. Личный рекорд 39,13. В Солт-Лейк-Сити 39,13. Ну, это вряд ли можно как-то так прогнозировать высокие из этого результаты в дальнейшем, учитывая еще и возраст спортсменки. Ну, не всю американскую сборную, скажем так, мы здесь увидим. Хизер Ричардсон, которая теперь в протоколах только как Бергс назначится, она здесь будет стартовать. Ну, наверное, вот это главное для американцев сейчас на азиатских этапах надежда. Да, действительно, Бриттани Боу травмирована. Наверное, мы ее в лучшем случае увидим чуть позже в этом сезоне. Да, может быть, даже только после Нового года. Ну, будут новости, если приходить от Бриттани Боу, мы, конечно, будем вас информировать. Ну, а пока внутрияпонское соперничество. Ирина Камия и Маки Цуджи. Ну, что касается личных рекордов, у Камии он чуть-чуть получше, на пять тысячных. И она еще и чуть-чуть помладше. Ну, вот и поэнергичнее, может быть, начала забег Цуджи. Очень быстрое начало, 10,3 секунды. Японцы неплохие результаты показали на своем национальном отборе, который состоялся в конце октября в Нагана, как раз там, где будет проходить очередной следующий этап Кубка Мира. Ну, вот любопытно, что на этом отборе как раз Цуджи и Камия пробежались с абсолютно одинаковым результатом 38,10. Но вот здесь, видите, какая большая разница, да? Вот как раз этот разбег стартовый, по сути, все и решил. Ну, первый результат сейчас показывает Маки, 38,17 секунды, Камия пока третья, 38,74 секунды. Да, ну, это, наверное, 38,17 лучший результат. А вот что касается Камии, вряд ли она довольна. Хотя таких откровенных каких-то срывов, видно, не было по ходу дистанции. Ну, вот, может быть, не приспособилась все-таки к этому местному льду. Ну, а у нас сейчас немножечко адреналин в крови повышается, потому что на старте Ольга Фаткулина, рекордсменка страны, призер Олимпийских игр, чемпионка мира. 37,13, вот ее личный рекорд. В этом сезоне, правда, пока 38,50, достаточно скромно. И соперничать она будет снова Кадайра, и личный рекорд Кадайра чуть похуже. Но в этом сезоне уже из 38 бежала японка, 37,75 в Нагана. Ну, подрагивали обе, но, наверное, все-таки Фаткулиной. Да, скорее всего, будет у Фаткулиной. Сейчас Фальстар, да, и показывает белый флаг, как раз, который отражает белую повязку на рукаве Ольги Надежды. Да, и внутреннюю дорожку, да. Ну, мы уже привыкли к тому, что Ольга, так достаточно долго вкатывается в сезон. Такого, чтобы прямо вот на первых этапах Кубка мира она сразу занимала какие-то высокие места. Такого, по-моему, никогда и не было ни в одном из сезонов ее выступления на международных стартах. Чуть засидела сейчас вот так. Ну, правильно, да. С первого фальстарта. Кадайра Рещина много стартовала. Ну, для Ольги очень важный сезон. Тем более, что вот прошлый сезон она, ну, скажем так, достаточно провально для себя провела. И в лучшем случае, как раз только на самых последних этапах стала подбираться там к тройкам лучших. Но на финал уже не поехала. И десятое место в Кубке мира заняла Ольга в прошлом сезоне. Ну, и здесь мы видим немножечко тяжеловатый, не ее фирменный бег. 38.51. Лишь четвертое время на данный момент. Майка Дайра намного скромнее своих же соотечественниц пробежала, хотя была лидером на национальном чемпионате. 38 ровно? Да, 38 ровно. Да. Да, она опередила Маки Цуджин на 17 сотых. Ну, может быть, на национальном отборе, да, было 35 сотых, а Трэва здесь 17. Ну, что касается наших девушек и спринтеров, и тех, кто побежит на дистанции 3000 метров, какая-то такая эпидемия прошлась по нашей сборной. Как раз вот в сентябре-октябре, в канун стартов, уже проще перечислить из сборной, кто вообще каким-то болячкам не подвергся. И мы вот с Павлом Абраткевичем разговаривали как раз в Коломне. Он говорит, ну, я не знаю вообще, как тренировать команду, когда сегодня один, там, завтра другой, причем у всех какой-то разный. То инфекция, то какое-то отравление, то там мышцы потянули. Ну, в общем, натерпелся Павел с девчонками. Ну, с другой стороны, в общем, преодоление, оно всегда присутствует в большом спорте, поэтому без него никак. Очередная пара на старте. Один из лидеров прошлого сезона Хон Джанг и Марит Лейнстра. Да, Хон Джанг три забега, четыре, вернее, забега в прошлом сезоне на дистанции 500 метров выиграла на этапах Кубка мира, ну, и, наверное, могла бороться за победу в общем зачете, но пропускала один из этапов по своей программе, и поэтому шесть очков всего лишь проиграла в общем зачете Хизер Ричардсон. Ну, правда, стоит упомянуть, говоря об общем зачете Кубка мира, что Санхвали в середине сезона закончила, по сути, свое выставление в Кубке мира после того, как Национальная Федерация не допустила ее до Чемпионата мира на отдельных дистанциях и до Чемпионата мира по спринтерскому многоборию, который, кстати, в Корее проходил, потому что она не приехала на национальный отбор, с кем ей соревноваться. От мировой рекордсменки многократной олимпийской чемпионки не очень было понятно, но вот Национальная Федерация поступила так, и Санхвали сезон закончил. Поэтому уже Кубок мира без нее разыгрывали. Ну, и такое достаточно слабое для спринтера начало. Хуанжанг 11,9 секунды, и вот достаточно тоже необычный момент. Марит Лейнстра и ее тренером сегодня является на переходной прямой, как раз нам только что показали Маурицию Маркета. Действительно, Марит тренируется с итальянской сборной. Выбор больше относится к ее семейному положению, так как она замужем за бывшим итальянским конькобежцем от Иванези. Ну, и вот седьмой-шестой результат сейчас показывают участницы этого забега. Жанг была чуть быстрее Лейнстра на финише, 38,82 и 38,99 секунды. Результат Марит Лейнстра. Ну, хотя бы какие-то эмоции от публики мы услышали. Кстати, вот это не попало пока в трансляцию, но достаточно заполненные трибуны катка в Харбине. Ну, там, правда, как это иногда бывает в Китае, по разнарядке приходят порой зрители на соревнования. Но, по крайней мере, вот во время забега китайской спортсменки какой-то возглас эмоций мы услышали. Восьмой забег Ванесса Херцег. Привыкаем к такой теперь фамилии австрийской девушки, которую мы все прекрасно знали и по юниорским выступлениям, и по выступлениям уже последние годы, как Ванессу Битнер. Ну, вот минувшим летом замечательные события в ее жизни заставили ее сменить фамилию. Теперь она Херцег. И Хизер Маклин. Хизер Маклин, канатка. Ну, что касается Битнер Херцег, давайте пока так ее будем называть, переходный такой период себе возьмем. Честно говоря, вот я все больше и больше ей восхищаюсь, потому что достаточно высокие результаты она показывает на дистанциях от 500 до 1500 метров. Достаточно универсальная. И мне кажется, что вот еще немножечко такой точечной доводки. И что касается спринтерского многоборья, особенно чемпионатов Европы по спринтерскому многоборью, которые теперь будут у нас в соревновательном календаре, у нее не так уж и много найдется соперников. Да, она, наверное, один из лидеров европейского спринта. Ну, тем более она готовится с голландской командой. Виктория это лет провела как раз под руководством австралийского тренера, который работает с голландской командой. Но тоже, опять же, такой весьма уже именитый тренер и в мире коньков Дэшли Хилл. Хотя изначально работала со сборной Голландии в роликобежном спорте. Ну, так закрепилась в Голландии. И сейчас работает в том числе с конькобежцами. Ну, и у австрийской спортсменки, в общем, тоже хватает таких явных признаков того, что она любит использовать в своей подготовке ролики. Такая техника немножечко не чисто конькобежная. И, может быть, это ее и подводит. Вот Маклин в данном случае лучше. Но, правда, у обеих очень скромные результаты. 38,65 у Хизер Маклин и 39... В 13 сотых, да, не смогла даже выбежать из 39 секунд Ванесса. Но, может быть, немножечко мы ее перехвалили. Ванесса в прошлом году седьмой была в Кубке мира. Поэтому, в общем, и призах появлялась на этапах. Поэтому, в общем, не случайно мы такие хвалебные отзывы ей давали. Посмотрим, что будет дальше у нее. Но пока получается, что скромный начало сезона. Может быть, не попало в лед. Скажем так, бывает, что какие-то отдельные условия льда для отдельных конькобежцев очень-очень не подходят. А она, в общем, спортсменка мощная. Можно нарваться. Наверное, самый яркий, самый интересный, самый зрелищный забег, который здесь стоит ожидать на этом этапе Кубка мира, на этой дистанции. Мировая рекордсменка Сан-Хвали и Хизер Бергсма. Многократная чемпионка мира. Рекордсменка мира. Национальная рекордсменка на дистанции 500 метров. Многократная обладательница Кубков мира. Ну вот, 500 метров, конечно, Сан-Хвали очень-очень тяжело ей оспаривать будет. Тем более, посмотрите, какой разбег. Правда, не лучший разбег. 10,3 мы разбег сегодня видели уже. Надо и у Кадайра, по-моему, тоже побыстрее было. Там в эти же плюс-минус десятые. Чуть в долях секунды они, наверное, разошлись. Вот, но Хизер, конечно, хороша на круге. И широкий шаг такой размашистый. Посмотрите, она практически накатывает. Выиграет, выиграет забег. На финише она выигрывает у Сан-Хвали. Но показывает лишь четвертый результат. 38,39 секунды. Неплохой круг, 27,7. Так, с прицелом на 1000 метров. Интересно будет посмотреть за ее выступлением там. Мне показалось, я первый раз в этом сезоне вижу Хитер, похудела. Может быть. Все-таки, видимо, сказывается многоборская подготовка ее супруга. Ну да, в общем. Тут просто еще немножечко такие впечатления получаются смазанные, потому что изменился сам комбинезон американской команды. В общем, еще к этому внешнему виду надо привыкнуть. Ну и что, получается, что... Еще одна пара? Да, одна пара. Келли Гентер, ну, это уж точно не претендент. И Юдзин. Вот кто может реально вмешаться в борьбу за призы. Из 37 секунд личный рекорд, 36,94. В этом сезоне 37,48 бегала. 37,48 это, кстати, лучший результат сезона. И показала она его на самом высокогорном теперь катке мира в Урумчи. Пока доступный этот каток только для представителей... Китая. Китая, да. Никто из международного конькобежного спорта там еще пока не опробовал своих сил. Так что очень интересно, если когда-нибудь в ближайшее время удастся посмотреть соревнования международного уровня, проведенные на этой арене. Ну, вот надо будет Андрея Вахутина потерзать, потому что я знаю, он в сентябре ездил на этот каток посмотреть, обменяться опытом. В общем, какие-то впечатления у него должны быть. Это президент Челябинской федерации конькобежного спорта. Ну, а тем временем Юдзин, конечно, с огромным отрывом у Келли Гантера выигрывает. Не очень понятно, как жеребьевка так сложилась, что у Келли Гантера оказалась в последней паре. Обычно она в первых парах бежит. Ну, просто место занятое Бриттани Боу позволило американской команде выставить своих представительниц в дивизионе А, поэтому не самые сильные. В дивизионе А тоже есть первые пары и есть последние. Не самая сильная соперница досталась Зинк Ю, но тем не менее показала она неплохой результат, но не стала лидером. Да, она лишь третье время показывает. А впереди две японки, Наок Даира и Маки Цуджи. Вот маленький такой сюрприз. Ну и получается седьмой... Сейчас окончательные протоколы мы увидим. Седьмой Ольга Фаткулина. Финиширует полсекунды, проиграв победительницы этапа. Ну, учитывая то, что главные фавориты все не показали здесь каких-то выдающих результатов, я могу понять, что вот тренеры нашей сборной, Дмитрия Дорофеева, видим, сейчас в хорошем настроении. Не переживает очень сильно из-за того, что Ольга вот не пробилась на пьедестал почета. Ну, зачетные очки получила. В общем, это нормальное явление. Ну, мне кажется, с другой стороны, что такое вот лидерство азиатского конькобежного спорта, тем более в их традиционных спринтерских дисциплинах, мы будем это наблюдать все больше и больше. Совсем немного времени остается до Олимпийских игр в Корее. Очередные Олимпийские игры 2022 года также будут в Азии. Поэтому, мне кажется, сейчас во всех дисциплинах конькобежного спорта будет такое господство наблюдаться. Ну, посмотрим. Я думаю, что хватает соперников, кто у азиаток спорит. Это, по крайней мере, в коньках. Я бы еще это связывал с тем, что все-таки стартует Кубок Мира именно в Азии. Да, седьмая Ольга Фаткулина, полсекунды отставания от Кадаиры. И Надежда Асеева, четырнадцатая.